Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Безопасность на самом высоком уровне. Задачи обсудили на краевом видеоселекторе. Новый облик – любимые улицы. На старт, внимание, марш! Бегут Деды Морозы. В самых активных и неравнодушных к родному городу от имени главы курорта Сергея Сергеева чествовали по итогам работы в 2015 году. В уютном зале собрались самые активные анапчане. Их так можно называть по праву. Подготовка к 70-летию Великой Победы, ко дню города, открытию сезона, работа на избирательных участках. Везде они первые. В очередной раз с краевого конкурса органов территориального общественного самоуправления анапчане привезли самые главные награды и призовые деньги. Каждую копейку – на благоустройство любимого города. Общественники – лучшие помощники городской власти и правоохранительных органов. Именно благодаря вам сегодня появляются уютные дворики, чистые дома, чистые подъезды. Мы даже, видите, воспитываем и излечиваем своих соседей и тем самым оздоравливаем жизнь нашего города. Летом у нас с вами общие проблемы. Мы все вместе бегаем побольше, по каким-то определенным детским дворным площадкам тоже там наводим порядки. И я думаю, это очень важно, когда все вместе одной силой делаем одно дело. Прозвучало много теплых, искренних слов. Активистов наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Но они, конечно, не за грамоты работают. Душой болеют за родную Анапу. И всеми силами стараются сделать ее лучше. Мобилизовать все силы для противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма. Такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на Краевом Совете Безопасности. Анапа приняла участие в работе в совещании. Противодействие терроризму – вновь тема номер один на Краевом заседании Совета Безопасности. Идеологи преступных группировок, запрещенных в нашей стране, не оставляют попытки завербовать жителей Кубани в свои ряды. Мы столкнулись с настоящей идеологической войной против России, против нашего народа, против наших традиций. Потому что сегодня, к сожалению, слишком сильная стала Россия. Слишком, слишком, слишком могущественная страна. Кому-то, конечно, не нравится. Нравится кому-то, не нравится, но мы были и есть, и будем такой могущественной державой. Главная цель этой войны – расколоть общество. Принцип, который мы должны взять за основу – взаимоуважение, подчеркивает губернатор. Кубань всегда была многонациональной и в то же время сильной своими традициями и устоями. Участники заседания – представители разных ведомств и отраслей, образования, спорта, культуры. Но только так, единым фронтом можно бороться за молодые умы. Рекомендации прозвучали для всех участников Совбеза. Акцент на профилактическую работу и создание условий для занятости детей и подростков. И, конечно, призыв к родителям – будьте внимательны к своим детям, к их увлечениям и занятиям. Особые слова были также обращены к казачеству. На смену частным охранным предприятиям, не отвечающим требованиям времени, должны прийти казачьи дружины. Об этом же говорил глава Анапа Сергей Сергеев. Казаки должны стать нашим форпостом. Если казак в форме будет, в хорошей форме, охранять наших детей, то оно и воспитательную функцию будет, прежде всего, нести. На это можно тратить деньги. Все решения Совбеза занесены в протокол заседания. А значит, есть строгие сроки исполнения. Сегодня в Анапском археологическом музее состоялась тематическая встреча к 124-летию со дня рождения матери Марии – монахини, поэтессы и богослова. Мать Мария, урожденная Елизавета Пеленком, родилась в Риге, но в трехлетнем возрасте родителям привезли ее на Анапскую землю. Наша землячка хорошо известна во всем мире, но вот анапский период ее жизни, к сожалению, неизвестен широкому кругу. Экспозиция, открывшаяся в Анапском археологическом музее, показывает именно этот отрезок жизненного пути монахини. Тут и стихи, написанные в нашем городе, и ее личные вещи. Обидно, когда мы читаем сайты заграничные, смотрим, в общем, про Анап практически ничего не говорит. Хотя она до конца своей жизни считала себя анапчанкой. И дед стоял у истоков виноградарства, и все эти поселения Джаматея, Юровка. Это все родовые земли семьи Пеленка. На тематический вечер были приглашены творческие интеллигенции, историки, краеведы. Почетным гостем стал заместитель министра культуры Краснодарского края. После возложения цветов к памятному камню, заложенному к столетию святой, гости прошли в музей, где ознакомились с наиболее яркими периодами жизни Матери Марии. Знаете, мне кажется, что сегодняшнее мероприятие, оно очень понравилось. То время, в котором мы сейчас с вами живем, когда столько всего зла в мире происходит, столько какого-то напряжения. Вспомнить имя этого святого человека, имя, которое для нас для всех является своего рода символом добра, билосердия, отзывчивости, мне кажется, это очень плохое дело. Теперь взглянуть на экспозицию может каждый желающий. Здесь и ранний период жизни поэтессы, и более поздний, когда она полностью посвятила себя богослужению. Улица Терская от улицы Ленина до Астраханская преображается. Городские службы приступили к благоустройству прогулочного бульвара. Средство на благоустройство – грант за победу в краевом конкурсе. Она постала третьей на Кубани по благоустройству. Просьбу реконструировать пешеходную зону на Терской управлению ЖКХ адресовали общественники. Первый шаг сделан – в команде замена. Вместо демонтированных старых беседок устанавливают новые. Более изящные и удобные. Новые беседки шире и прочнее – на бетонном основании. На призовые средства были закуплены новые беседки. Сейчас установлено пять штук и на следующих выходных привезут и смонтируют еще пять штук. Всего будет здесь десять. Также планируем здесь установить урны, кованые, с полосой, с блестящей. Запланирован также ремонт тротуарной плитки, установка бордюров, а также посадка зеленых насаждений. После проведения работ по плитке, по ремонту, потом уже будет видно, что нужно будет по озеленению сделать. Где-то деревья может подрезать, траву подсадить. Наряду с новым сквером на улице Астраханской, Терская станет еще одной достопримечательностью города-курорта. К новому курортному сезону ее будет просто не узнать. До Нового года остаются считанные дни. В минувшую субботу по улицам курорта бежали Деды Морозы. 215 человек присоединились к традиционному предновогоднему легкоатлетическому забегу. Традиционный забег стартовал от санатория «Русь». 20 известных спортсменов нашего города, победители и участники российских и международных соревнований возглавили предновогодний забег. Сергей Аншуков, мастер спорта России по плаванию, представлял свою спортивную школу «Виктория». Я первый раз на таком мероприятии, конкретно на новогоднем. Просто пригласили, сказали, подходи, весело пробежимся. Среди участников студенты вузов и среднеспециальных учебных заведений курорта и школьники. Мероприятие не носило соревновательный характер, но ребята помладше твердо были намерены не отставать от своих старших товарищей. На старт, внимание, марш! Участники забега проследовали по центральной набережной курорта на улице Горького. Финишировали на театральной площади, где атлетов ждали Деда Мороза и Снегурочки, которые устроили для участников концерт с традиционными хороводами вокруг новогодней елки. Спортсмены «Анапа» достойно представили наш город на всероссийских и краевых соревнованиях. В Курганинске прошло открытое первенство района по бадминтону среди юношей и девушек. Андрей Мицик, воспитанник ДЮС США номер один, занял второе место. В Кисловодске состоялся первый этап полуфинала первенства России по волейболу среди команд девушек в возрасте до 18 лет. Первое место заняла сборная Краснодарского края, в состав которой вошла воспитанница спортивной школы Виктория Ангелина Долина. Серебро привезла команда ДЮС США «Алим» с краевого турнира по волейболу среди девушек, прошедшего в поселке Ильский. Завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 22 декабря в Анапе пасмурно с прояснением, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8-10 градусов, ночью до 10 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». За квадратный метр на первом и последнем этажах в подарок 2016 рублей. Акция 2016 действует только до 31 декабря 2015 года. Новая квартира по привлекательной цене. Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.